Доброго времени суток, меня зовут Максим, я являюсь сертифицированным экспертом ZenDesk в компании CloudFresh и сегодня мы поговорим о макросах. Что это такое, как их создавать и применять. Изначально, что такое макросы? Макросы это готовые действия, которые оператор может использовать в интерфейсе тикета, то есть при открытии тикета в самом низу слева у оператора есть возможность применить макрос. Макрос может делать все действия, которые может сделать оператор в интерфейсе, то есть изменить поле на другое значение, добавить комментарий и так далее. Для того, чтобы начать создавать макрос, нам нужно перейти в центр администрирования. Для этого мы нажимаем наверху справа на 4 кубика центра администрирования. При помощи поиска мы прописываем макросы и мы видим весь пул наших макросов. Опять же, вы можете активировать и деактивировать макросы. Это обозначает то, что если вы деактивируете сам макрос, он недоступен для применения, но он не удален и вы можете его восстановить в течение всего времени, как он находится в деактивировании. Вы можете также фильтровать, искать по макросам, рассматривать категории, об этом сейчас расскажу, и выбирать типы макросов. Для того, чтобы добавить макрос, нажимаем на кнопочку добавить макрос. Вводим название макроса. Тут важно отметить, что название макроса будет отображаться также для нашего конечного пользователя, для того, кто будет применять, то есть агента. Можно дать описание какое-то и также есть уровень доступности, разрешения. Все агенты, то есть естественно все агенты, у которых есть доступ к Zendesk Support, вы можете использовать этот макрос. Агенты в группе, условно говоря, это используется, если у вас есть несколько групп, например, там одна билинг, одна техника, вы можете разделить. И это достаточно просто, вам нужно прописать определенную группу и выдать ей доступ. Групп может быть несколько, например, демо-саппорт. И также, если вы хотите закрыть им доступ, вам нужно просто нажать на крестик и удалить группу. Что касается действий. Как ранее говорил, это все действия, которые может сделать оператор в интерфейсе, например, задать тему, изменить статус, допустим на удержание и так далее. Естественно, сюда подтягиваются наши кастомные поля. То есть, если у нас есть, к примеру, кастомное поле название шаблона и это выпадающий список, мы можем сделать так, что агент при выборе того или иного макроса сразу заполняет вот это значение. Что касается категорий. Как видите, у меня в списке есть несколько макросов, которые разделены двоеточие. Двоеточие в системе Zandask это обозначает, что нам нужно сделать категорию. То есть, как видите, у меня есть, к примеру, там Sanko, да, категория English и название самого макроса. При помощи двух точек мы можем сделать вот такую вот интересную структуру. То есть, как мы видим здесь санка и в нем есть три значения. То есть, двоеточие это определенного рода разделение, которое позволяет создать ту или иную категорию. Вот по факту оно создает вот такой вот списочек со стрелочкой, куда мы можем провалиться по нашей иерархии. При применении макроса мы можем просмотреть, что же этот макрос будет делать. Для этого мы можем нажать на глазик. Видите, этот макрос ничего не содержит. А если мы выберем другой, то здесь мы увидим, что он дает какой-то открытый ответ. Здесь из списка, если бы в макросе были прописаны какие-то изменения полей, к примеру, то мы бы это все видели. Давайте попробуем найти нужный макрос. К примеру, Fashion General Clitting Message. То есть, при применении макроса, как видите, у нас добавился личный комментарий. И он автоматически при помощи переменной также подтянулся в наш тикет. На этом, в принципе, все. Всем спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok